Рассказываю о том, как я была любовницей православного священника. Я в церкви выделяюсь из массовки тем, что долго стою перед цветынями, смачно целую их, трогаю священников за облачение и делаю прочие вещи, которые не запрещены, но не приняты в России. Для православных греков и сербов это норма, а в российской глубинке это сильно триггерит священников и благочестивых прихожанок. Из некоторых храмов меня гнали, а терпел только тот священник, который меня окрестил. Однажды помощник священника, который читает псалтырь, подает кадила и моет пол в алтаре, поэтому имеет ключ от алтаря, предложил мне зайти в алтарь. Это был помощник не моего священника, а другого, служащего в другом храме. Но тот храм находился в подчинении у моего священника. Я от такого предложения офигела, потому что в церкви гендерная сегрегация и женщина даже хуже кошки. Кошке в алтарь заходить можно, а женщине нельзя. За экскурсию в алтарь мне было предложено расплатиться собой. А если бы отказала, то моему духовнику было бы донесено, что в алтарь зашла. И моим оправданием никто бы не поверил. Мне тогда было 14 лет. Так что если сейчас меня смотрят педоискатели... Я генерал-педоискатель. ...то советую им искать педофилов не среди священников, а среди помощников священников. Потому что если человек смог стать священником, то значит он достаточно умный и осторожный, чтобы не связываться с малолетками. А помощником священника может быть любая шпана. Хоть бомж с криминальным прошлым, работающий за жилье и еду. Хоть сынок богатого папочки, который пытается лечить пьянцу и наркоманию церковью. Традиционный критерий выбора церковных работников, чтобы меньше денег платить, а лучше вообще не платить. В общем, этот извращенец сначала меня в алтарь заводил, и я там наслаждаюсь, целую престол и священные предметы, которые разрешено трогать только священнику. Ну а потом он мною наслаждается. В какой-то момент об этом стало известно, и извращенца прогнали. А мне батюшка ничего не сделал, но все запомнил. И через несколько лет, когда мне уже было 18, он сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Или кекс на букву «С» в обмен на духовное руководство, или я стану персоной нон-гранта во всех магаданских храмах. Я и дома, и в общежитии подвергалась буллингу, потому что когда все бухают, а я не пью, храм был очень важен, чтобы отдыхать от своих обидчиков. За интимные услуги батюшка мне честно платил ценным духовничеством, показывая изнанку церковно-приходской жизни. Продемонстрировал, что любые слова, говоримые в церкви, это пустая демагогия. Допустим, я его спрашиваю, а разве вам можно изменять жене? Ведь есть заповедь «Не прелюбодействуй». А он, нисколько не смущаясь, с цитатами Библии, святых отцов, переводит разговор на тему труд, смирение и послушание. И я, оказывая священнику интимные услуги, оказывается, дружусь во славу Божию. О, какой поворот! И у меня есть ценное качество. Я не могу его шантажировать, потому что я в психушке лежала, и мне не поверят. А поверят священнику, как духовному лицу. Попадья меня ненавидела, но сделать ничего не могла, потому что она хоть и альфа-самка на приходе, и всех женщин против меня настроила, но на моей стороне был настоятель, а если бы Попадья пожаловалась церковному начальству, что муж ей изменяет, то перевели бы священника из города в какую-нибудь глухую деревню, что самой же Попадье было бы хуже. Интересно, что батюшка платил мне только тем, что ему самому бесплатно дается. То есть дать поцеловать какую-нибудь старинную икону, мощевик, которые все равно в алтаре валяются. Это всегда готов. А вот покормить меня супом, который стоит денег, жадился. Но, по-моему, у церковников это профессиональная деформация совести. Своим работникам платить по минимуму, зато, встречая начальство, демонстрировать максимально роскошный прием. Кстати, насколько мне известно, сейчас этот священник развелся со своей Попадьей, повторно женился, за что извержен из священного сана. Так что своим рассказом я никого не подставляю. Если это видео наберет много просмотров, расскажу еще что-нибудь из своей кринжовой православной жизни.